на крылечко снежок падает не тает привет привет друзья мои специально вышла показать вам представляете остров наш пришла зима в общем друзья вы представляете снег посмотрите это я вышла уже в три часа дня я все ждала что снег растает но не тут то было вот ночью выпал снег и он все еще лежит в некоторых местах у меня было огромное на запланировано сегодня с вами путешествие я хотела поехать с вами там на один очень красивый мыс деревни сент-лоренс недалеко от вентнера и представляете все у нас сорвалось холодно пары за рта вот если видите все накутались и наодевались все даже шапки надели а я что-то сегодня вышла шапку не надела ой вообще не быть неожиданно похолодание сегодня у нас плюс 1 ночью было минус 2 и я посмотрела прогноз погоды на всю неделю будет такая держаться холодная погода 0 плюс 1 минус 1 вот так это бы еще и ладно кто-нибудь может мне сказать что разве это температура да это смешно но если учесть что большинстве квартир в англии отсутствует отопление люди экономят на отоплении многие об этом пишут и говорят не только я но и поэтому что я могу сказать откладывается наши с вами поездки пока если мы не можем с вами гулять по улице слишком холодно вы знаете не интересно поэтому я возвращаюсь домой и мы с вами давайте устроим наши неспешные обеседы у моего теплого камина я вот вам никогда не рассказывала был у меня тоже такой интересный случай в моей жизни когда я еще жила в архангельске и я там работала в большом отеле интурист в который приезжали также иностранные граждане со всех стран со всего мира коллектив нашего отеля был очень дружный и все всегда жили как одна большая семья и все всегда знали если что-то в отеле случалось и вот пошел у нас вдруг такой слух что приехал богатый англичанин к нам в отель и забронировал номер для новобрачных а номер для новобрачных во всех отелях конечно существует это такой люксовский номер номер вип скажем так и цена там такая у него конечно довольно внушительная ну потому что этот номер сам по себе был очень красивый там конечно всегда было шампанское ждало молодоженов накрытый стол с фруктами с огромным букетом цветов и даже на кровати и девочки горничная выкладывали там им сердечками из роз из лепестков роз и открыточка была со днем новобрачных в общем очень очень красивый этот номер и конечно же мы все очень заинтересовались все в отеле кто работал все как-то узнали про эту историю и всем хотелось посмотреть что же это за англичанин такой как он выглядит а еще более интересно как выглядит его молодая невеста конечно же те кто работал на ресепшене те кто каким-то образом встречал гостей был связан с гостями они его увидели сразу англичанина нам-то из бухгалтерии было очень трудно как-то повстречаться с гостями мы вообще в другом были крыле этого здания и поэтому мы только пользовались слухами так вот значит те кто видел англичанина описали его так что он такой высоченный мужчина где-то под два метра ростом ходит с палкой такой очень уверенный несмотря на то что у него вот эта палка он незаметно совсем прихрамывает а так у него такая очень уверенная поступь и он такой громогласный всегда разговаривает очень громко так уверенно в себе и знаете так хорошо дед как они сказали ну примерно выглядит где-то за 70 вот так описали этого англичанина он сказал что он ждет свою невесту невеста должна приехать из села в архангельской области я знаю как называется село но не буду говорить мало ли кто-то из то из этого села мне бы не хотелось уж конкретно рассказывать так вот из села эта женщина точно так же нас заинтересовала заинтриговала что же она из себя представляет где и как она смогла познакомиться с этим англичанином да еще так в общем-то далеко зашли их отношения что он приехал на крайний север представляете это не москва и не санкт-петербург а это вот северный город ну так вот потом через пару по моему дней приехала молодая молодая но хоть знаете молодая оказалась не молода довольно не молода ей по моему тоже было там как-то лет наверное под 40 хотя вы знаете очень трудно судить сколько лет человеку тем более если человек не ухоженный она приехала я вот постаралась вам на обложке моего видео посмотрите я постаралась вам найти примерно в какой одежде приехала эта женщина вот в такой вот серая какой-то шапки надвинутой на глаза ну да и то что понимаете было как раз зима и англичанин конечно ходил в шляпе у него такой красивый шарф намотан был на шею и длинное пальто но по моему он все таки мерз ужасно он приходил и был очень возбужден всегда когда он приходился с мороза с улицы вот прогулки по набережной он постоянно себе позволял многочасовые ему нравилось так вот когда приехала молодая мы многие тоже ее увидели конечно же я как-то тоже по моему ее мельком увидела так вот просто мы встретились в вестибюле где-то неудобно рассматривать человека поэтому я ничего не могу сказать я могу только единственное сказать что мне показалось она какой-то была очень угрюмой совершенно не улыбчивой какой-то знаете смотрящий все время куда-то вниз в пол в общем мне в общем то что я думала об этой женщине что она такая солнечная что она такая знаете открытая добрая веселая раз она смогла заинтересовать мужчину иностранца то этого ничуть не бывало очень смурная какая-то она мне показалась и зажатая дальше больше не успела приехать это молодая как наш англичанин опять что-то засуетился очень сильно и вызывает меня директриса вдруг и мне говорит вот так и так наш англичанин просит какую-то ему финансовую консультацию провести потому что он что-то как-то немножко не понимает его тут многое смущает и он хочет чтобы ему разъяснили я говорю а что там ему разъяснить что вообще в какой вопрос финансовый я же может быть вообще не в курсе тем более что иностранец не знаю она говорит да не бойся там ничего страшного единственное как он сказал он хочет купить своей вот невесте в подарок купить здесь в архангельске трехкомнатную квартиру и вот в связи с этим он хочет проконсультироваться потому что для него многое здесь непонятно ну и мне вот директриса говорит ты пожалуйста сходи вот я договорилась на завтра на два часа на ресепшене у нас есть переводчик не волнуйся а у нас была женщина хорошо знала английский язык она работала на ресепшене с гостями с иностранными вот значит эта женщина будет в качестве переводчика а ты ему объяснишь то что для него непонятно там по квартирам но делать нечего я согласилась значенное время я спускаюсь туда в лобби бар на ресепшен вижу что уже они там сидят сидит этот англичанин и сидит наш экскурсовод женщина я подошла в общем представились друг другу и англичанин начинает рассказывать что вот его невеста она хочет чтобы я купил здесь квартиру мы с ней уже этот вопрос письменно обговорили я согласен потому что как я посмотрел что у вас здесь стоимость квартир для меня это не деньги особенные вот 25-30 тысяч пунктов можно купить квартиру я не против ну и когда я стал смотреть по агентствам то получилось так что вот у нас например в англии там люди в центре в том же лондоне они не любят жить в центре в основном стараются где-то жить в тихих местах в пригородах сабаб по-английски называется ну то есть вот подальше от шума от суеты от пыли от грязи от всей этой сутолоки и поэтому предпочитают англичане не покупать квартиры вот загородные дома себе а здесь он говорит когда я спросил какую-то квартиру за городом то мне предложили вот он достал бумажку стал мне показывать что ему предложили ему предложили район фактория воровина это в общем такая тьму таракань там на трамвае наверное от центра города Архангельска тарахтеть на холодном трамвае минут 40 от центра очень далеко спальные районы так называемые абсолютно не ухоженные понимаете все кто может быть в Архангельске живет тоже знает что такое воровина и фактория и конечно же там квартиры дешевле и никто туда жить вообще не хочет ехать все стараются купить квартиры в центре но наш англичанин вот именно из-за этого и попал в просаг он мне говорит я не понимаю почему здесь у вас получается наоборот что в центре квартиры дороже а вот там при городе квартиры гораздо дешевле и вот ему значит он говорит даже сказали что сделают скидку и даже предложили несколько домов вот на фактории на воровина он хочет проконсультироваться потому что у него небольшой конфуз в связи с этим возник почему так может быть он что-то здесь не понимает ну и действительно вы же понимаете друзья что англичанина наверное может быть в этих агентствах решили еще и надуть то что посмотрела я за какие деньги ему предлагали квартиры на воровина тогда по моему можно было за миллион купить двушку а трешку можно было купить за два миллиона рублей я имею ввиду на те времена по моему были такие цены вот они ему там по моему чуть ли не за три и он был доволен и рад за три миллиона купить на фактории на воровина квартиру я попыталась как могла объяснить что у нас все наоборот что у нас нужно жить ближе к цивилизации что здесь намного удобнее лучше комфортнее что лучше квартиры и дома если он хочет своей невесте что-то такое купить хорошее то покупать лучше на набережной я ему там показала подобрала какие агентства лучше обратиться в общем я конечно с ним провела такую консультацию очень ответственно подошла к этому вопросу англичанин все очень тщательно записывал все что я ему рассказала он сказал что да теперь он понял странно что его невеста я уже не помню как ее звали друзья даже вообще абсолютно он называл ее по имени сказал что странно что она этого не поняла не смогла объяснить но хорошо теперь он для себя это все выяснил была тогда я помню вообще поражена вообще всем начиная от того как он смог найти эту женщину и как она его так заинтересовала что он приехал к ней и у них уже значит вот свадьба состоится через два дня только я в общем то была удивлена надо сказать по правде что весь отель у нас несколько дней еще после этого наверное не мог успокоиться все рассказывали все обсуждали как все это было там потом стали выясняться подробности что оказывается эта женщина она воспитывает одна мальчика инвалида мальчику 15 лет он по моему приехал даже потом через несколько дней но это я уже не видела я не знаю после их бракосочетания якобы сказали что приехал и этот мальчик он по моему даун вот и значит они поехали в санкт-петербург он хотел показать и сам посмотреть наверное как свадебное путешествие что купил он ей купил ли квартиру вообще друзья не спрашивайте я сказать по правде окончание этой истории не знаю я рассказываю вам так конкретно и подробно потому что во первых мне запомнилось я встретилась впервые тогда так близко с иностранцем с англичанином я с ним поговорила меня удивила его такая вот знаете деловитость его вежливость удивила и то что ну а больше всего конечно меня удивили его человеческие качества выше всяких похвал если он приехал вот именно взять женщину с ребенком инвалидом увезти в англию как-то помочь этой женщине и улучшить ее жизнь само собой разумеется что это совершенно другой уровень жизни то это честь ему и хвала хотя бы даже за это ну может быть только единственное что здесь можно сказать что все таки он был старше этой женщины и конечно же он думал тоже о себе наверное будет кому на старости лет поухаживать как говорится поднести стакан воды пресловутый тот не знаю ну и что я могу сказать здесь в окончании этой истории друзья если кто-то может быть хочет узнать продолжение что там дальше было как они там и где они поселились и что с ними я понятия не имею я тогда об Англии имела весьма такие знаете расплывчатые представления какие-то конкретно места я понятия не имела не знала поэтому даже и интересоваться для меня было совершенно незачем куда они поехали и откуда был этот мужчина это только сейчас я могу представлять откуда же интересно он был но вообще вот видите так интересно как порой наша жизнь бывает переменчиво и какие загогулины бывают в нашей жизни происходят во-первых я говорю о этой женщине которая уехала из глубинки Архангельской области в Англию и я говорю также о себе что я понятия не имела тогда что я тоже перееду в Англию и тоже буду жить в этой стране вот такие какие-то странные переплетения судьбы они происходят так или иначе в нашей жизни а тут еще хочу вам рассказать недавно мне выплыло видео в рекомендациях это интервью Юрия Дудя с Евгением Чичваркиным огромное интервью оно состоит из двух частей по-моему где-то год назад давал интервью Евгений Чичваркин Юрию Дудю очень интересное я с удовольствием послушала если кто не слушал я вам рекомендую и если сами не знаете кто такой Юрий Дудя как его найти внизу я вам дам ссылочку в описании кликайте и посмотрите а я что хочу сказать ну Евгений Чичваркин вы же наверное знаете это москвич который убежал от то есть его вытеснили из страны у него была огромная сеть евросеть называемая такая торговали мобильными телефонами вот это все провайдерство он раскрутился очень сильно имел там огромное состояние и по всей России у него это сеть евросеть магазины наверное кто-то помнит ну в общем знаете кто такой Евгений Чичваркин и у него этот бизнес попытались отжать по-моему как он рассказывает из его слов я только знаю он едва ноги унес и вот с теми какими-то деньгами которые он приехал сюда в Лондон он здесь организовал открыл магазин винный магазин гедонист называется так вот Евгений Чичваркин приехал тоже в 2010 году как и я и он тоже не очень хорошо владеет английским языком я нахожу вы знаете даже какие-то сходства в тех его мыслях которые вот он в этом интервью как раз и рассказывает вот и меня это очень удивило потому что какое может быть сравнение у человека который имеет миллионы и который живет прекрасно как говорится и я которая тут непонятно на какие вообще деньги существую и тем не менее где-то созвучны наши размышления об Англии и то что он говорит то что ему здесь одиноко бывает и то что он здесь так и не прижился и друзей у него англичан практически нет в общем много чего я созвучного для себя услышала в его этом рассказе и вообще такой здравомыслящий человек я его конечно же раньше не знала узнала только сейчас но и хочу вам предложить послушать его тоже он совсем недавно еще открыл в лондоне ресторан вложился туда очень сильно но насколько я знаю как раз вот сейчас вот этот вот локдаун и коронавирус помешали ему этот ресторан раскрутить там у него конечно проблемы но это уже другая история друзья послушайте посмотрите те кто хочет я рекомендую ну и еще в конце как обычно я хочу вам порекомендовать один шикарный фильм сериал производства великобритания 2015 года называется последнее королевство историческая драма очень очень интересный фильм друзья у меня вам небольшой рассказ ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всего вам доброго берегите себя всем здоровья еще увидимся пока пока я просто вышла показать вам снег посмотрите как мою машину все снегом запорошила и самое это интересное то что снег то не тает друзья его не так много но он не тает хотя у меня сейчас сейчас посмотрю сколько же там градусов в машине тоже дубак ой 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 как все непривычно и сколько градусов у нас давайте смотреть вот он пожалуйста плюс один видите да видите да не знаю не знаю что